Внимание! В данном прохождении может быть использована нецензурная лексика и так далее. Также в данном прохождении возможны кража лунного сахара, простреливание колен и прочие жуткие вещи. Слабонервных просим убрать себя от экрана, остальным приятного просмотра. Всех приветствую, друзья, с вами как обычно я, Айсдример, он же Юкис, и у нас начинается очередная серия по The Elder Scrolls V Skyrim. В общем, в целом, что у нас произошло в прошлой серии, думаю, те, кто смотрел, знают. Те, кто не знают, перескажу вкратце, мы сбежали из крепости Хелген вместе с Хадваром. В общем, в целом, как бы, Алдуин у нас улетел вот туда, но обещал вернуться. Ну и как бы, мы держим сейчас путь в Ривервуд, поэтому я предлагаю двигать дальше, ну и как бы наслаждаться внешними пейзажами, вот этой всей природой и прочим и жизненно сопряженным связанным. Тебе стоит отправиться в Салетьют и вступить в Имперский Легион. Не хочу. А если у бунтовщиков появился дракон, то только генерал Тули сможет их остановить. Ты слишком переоцениваешь своего генерала втулку. Тули, он, конечно, может в твоих представлениях и крут, но далеко, скажем так, мечта дракону, поэтому как бы слишком-то много на него надежд не возлагай. Да и тем более, рядом с тобой, хотя по факту ты еще не знаешь, наверное, но я дубокин, поэтому как бы... Просто знаю это и смирись с этим, короче. О, папочка. Пить. Поймал, не поймал. Ну, даже если не поймал, ладно. Видишь, вон те развалины. Да, вижу. Это ветреный пик. Ага. Когда я был мальчишкой, мне про него снились кошмары. Как драугры ночью спускаются с горы и лезут ко мне в окно, и все в таком духе. Честно сказать, мне тут до сих пор не уютно. Ну, знаешь, как бы, я думаю, каждому здравомыслящему человеку было бы немного неуютно в таком вот подобном месте, поэтому я разделяю с тобой твоего зрения. Живее рядом с такой штукой тоже, наверное, я бы немножко нервничал. Ну да ладно, вот мы с вами добежали до трех камней хранителей, тут у нас основные специализации. Вор, воин, маг там. Ну, на самом деле, вот воин, вот маг, короче. Я вот даже не знаю, на самом деле, что собирать и что выбирать, просто, ну, просто потому что, потому что, как бы, сложный выбор. С одной стороны, здесь у нас скрытность, с другой стороны, здесь у нас как раз-таки все вот это вот колдунство и прочее же с ним связанное. Тут мы бы могли прокачать лук быстрее намного, короче. Сомнительное, если честно, вот это вот все дело. Хотя, по факту, мы можем в любой момент обратно к ним вернуться и поменять. Поэтому, знаете, что я предлагаю сделать сейчас на данный момент? Скорее всего, пожалуй, пожалуй. Давайте возьмем знак мага, прокачиваем. Значит, каждому свое. Не суди, да не судим будешь. Странно, у тебя немножко ляжка через юбку проступила, чувак. Я тоже не буду тебя за это осуждать. И, в общем-то, погнали. Насколько я помню, ну-ка, подождите. В магии же вроде написано количество употребляемых очков за заюзывание той или иной магии, да? Искры 8, пламя 3. Давайте пока что поиспользуем пламя. Просто потому, что он жрет меньше, соответственно, как бы мы сможем дольше импуляться, соответственно, мы больше сможем прокачать наше разрушение. Нам это только на руку. Сейчас, по идее, он побежит туда. Да, я знаю, что я заслужил помилования. Ну, короче, пусть он туда бежит. А у меня к вам прекрасное предложение. Давайте-ка сбегаем в факельную шахту. Не знаю, получится ли у нас, как говорится, вскрыть жопу этим бандитам, которые вот в этой шахте обитают. Просто потому, что, да, меня уже заметили тут благополучно. Бандюк, как говорится. Бреднюк. Видит меня. Я предлагаю, знаете, как-нибудь вот так вот по-хитрому обойти. Он все равно, как говорится, глупый неписен. Он не понимает наших хитрых жопах. Мо-вов, давай, Skyrim Style. Врубайся. Видит-видит, не видит. Знаете, как-нибудь попробовать снять его оттуда сверху. Но, зная то, что у этих неписей довольно много хп, то есть хитпоинтов. В общем-то. Я думаю, он у нас не сманшотится с одного выстрела. В принципе, неудивительно. Регендарный уровень сложности, как-никак. Ты меня не видишь, чувак. И это не нужно. Нет, не замечайся. Конечно. Бандит. Новый уровень с вами промахнулся, Юкис. Ну, давайте попробуем, ладно, нарулить ему пламенем. Рен с ним немножко покачали то, немного покачаем это. Где-то, где-то зараза. Вот ты где. Ну, кстати говоря, знаете, растворяется он довольно-таки неплохо. Ну, давай, все. Задушнили мы его в нашей великолепной и прекрасной магии. И вон пришел пирдык. Есть золото. А если найду? Нашел. Больно, конечно. Но всего лишь навсего нам один удар пронес. Уже практически четверть хп. Все. В никуда ушло. Ну, да ладно. Давайте возьмем лук. Посмотрим, сколько у нас там стрел. Кстати говоря, по поводу стрел. Здесь где-то должна была приземлиться моя стрела, которую я в него впустил. Какого-то что-то я ее не наблюдаю. Слышь, бандюк, ты куда мою стрелу дел? Засранец. Рубочную колоду мы использовать с вами, насколько мне память не изменяет, не сможем. Потому что у нас колуна нету. Ну и ладно. Давайте прогуляемся вот в эту вот шахту. Посмотрим на наличие всяких различных бандюков. Сокровищ, приключений на жопу. Кто нам эту шахту сможет предоставить? Так. Мы получили, кстати говоря, новый уровень. Поэтому предлагаю... Я вот даже не знаю, что я предлагаю вам. Давайте добьем, чтобы было по-красивому до 200 единиц магии. И тогда заюзаем двойное разрушение. Чтобы у нас тратилось меньше магии за всю эту вот фигню. Заюзывание всей этой фигни. Лешечка у нас покатилась. Тут у нас растяжечка стоит. Прям вообще овер-овер незаметная растяжка, которую заметит даже слепой. Да ладно, это Скайрим. Поэтому как бы... Поэтому как бы да. Здесь у меня нареканий быть по этому поводу не может. Заснул, не заснул. Давайте подождем, пока они все разойдутся. И будем с вами непосредственно, как чьи-то крысы из кустов, потихонечку их изничтожать. Этот челик ушел туда. По идее, услышать он крики этого чела, по идее, не должен. Осталось еще только среди всей этой кромешной темноты его там нащупать. Вон, вижу его балахон беленький. Давайте-ка по нему запустим. Два. Промахнулся. Три. Четыре. Пять. До свидания. Нас спалили, к нам бежит второй бандит. Нам сейчас будет больно, плохо и вообще... Я так не играю. Так, зельки. Кстати говоря, по поводу зелья, надо бы тоже поставить на эфочку. Быстрому выпить пару-тройку. И отжарить вот этого засранца. Бандитского. Отстанет ли мне? Отстанет ли мне бандюк? Все, по идее, ему должен быть щас кирдык. Или нет? Эй! Алло! Умри! Я уже думал, все, игра забагалась. И, короче, сейчас меня эта камера долбанная не отпустит, эпичная. Я тут кони двину. Бывало у меня такое как-то в Скайриме. Ну, как бы на легендарном уровне сложности. Сами понимаете. Как-то может произойти. Но, благо, мы с этими бандюками умудрились более-менее нормально разобраться. При этом не потерять хп, поэтому норм. Так, спальник, спальник. Жиральник, сральник. Что у нас тут? Горшки пусто. И не густо. О, кирка. О, руда. Давайте подобываем. Как говорится, ресурсы лишними не бывают. Поэтому надо собирать пока что все, что плохо лежит. Потом уже, когда совсем зажремся, уже ничего подбирать не будем. Ну, мне кажется, зажремся мы где-то только к самому-самому лотгейму. Поэтому смиритесь с тем, что Юкис будет собирать все, что плохо лежит. Увы, но это так. И да. Длинный лук. Давайте слабое зелье лечения назначу на четверку. Чтобы, если что, похилиться можно было. И точно. Знаете, что я еще забыл? В магии есть таланты. Высокое происхождение. Магия восстанавливается быстрее в течение 60 секунд. Очень хорошая тема. Поэтому я предлагаю тоже ее поставить на, в общем-то, всю эту вот фигню. Ну-ка. Она у нас, кстати говоря, вроде как активируется на Z, да? Давайте ее на всякий случай поставим и потом проюзаем, если что. Опять же, всякие различные cool stories. Кому интересно, тот прочитает. Вот, в общем-то, здесь всего лишь на всего две страницы. Поэтому я иду дальше. Давайте все-таки ходить плюс-минус полуприседе. Как-то странный персонаж не поднялся. Я слышу там уже челики вовсю. Требезжат молотами по наковальням. Пускай мы тут все херню. Убираем ямцо. Ага. Ну, если что, у нас всего лишь на всего две стрелы. Но я думаю, если прокинуть откуда-то, совсем прямо... У-у-у-у-у. Тихо-тихо. Идите в жопу. По-ассасински вот так вот прыганем. Совсем чуть-чуть. Давайте сбежим, скажем так, отсюда. Хотя бы на немного. Открытность мы с вами повышаем. Это отлично. Я вот боюсь подходить к этому факелу. Просто потому, что так проще нас будет спалить. Давайте его отсюда изымем. И будем потихонечку с ними как-то расправляться. Да-да, чувак, тебе показалось. Не обращай внимания. Тут чисто это... Ветерок, крысы бегают, камешки роняют. Поэтому ничего там такого нет. Раз. Два. Давайте вот это вот сразу уберем. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. И нет, нет. Так, заюзываем быстрое исполнение маны. Сами понимаете, у нас уже патрой ситуация не поступили. Умри, 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 падла. Капец. Сдохни ты. Форт, блядь. Вот видите, как эти порой экраны фаталити, блин, подводят тебя под монастырь, ладно. Если ничего, есть пару зелек в руки. Поэтому как бы да. Но опять же, я, кстати говоря, мог их и не проюзывать, просто потому что. Потому что что? Потому что можно было просто подождать. Ах, да уж, бандюк голый лежит, мы его обобрали. Ладно, нормально. Я тут опять же, тут столько много говорю, 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 просто потому что, блин, волнуюсь опять же. Не хочется помирать лишний раз. Да и тем более вскорим давным-давно я не играл, поэтому много чего успел забыть. Потом заклинание ясновиденье. Не особо, кстати говоря, полезная книжка, но давайте ее изучим. Книги, ясновиденье. Вот это вот все пока здесь у нас спаляется. Ну и тут у нас еще дальше по плану. Заверите, еще пару бандюков. Давайте берем с собой вот эту ферню. Тихо. Нету тут никого, это крысы. Здесь хотя бы чуть-чуть стрел. Нет. Блин, что с ним засранцем делать, а? Нету никого. О, отлично. Замечательно. Спасибо, чувак, взламывать не придется. А, так как еще и как жильд? Или подожди. Да, это как жильд? Не органи... Это не органи, а не просто потому что, знаете, в темнотех можно... Да, просто перепутать. У одного ушки, у второго рожки. Торчат, как говорится, и делают жизнь веселее. Забираем еще один факел. Если что... Так, подожди. Мычка железная, разные ключи. Оно же в разном вроде должно, по идее, находиться. А вот, да. А, на этой штуке. Такий слепой. Выбросим их здесь, чтобы они, опять же, лишний вес не создавали, не доставляли нам неудобств. Кинжал тут у нас ничего нету больше. Отлично. 8 стрел. Кинжал искр. О, хорошая новость. Что-то хорошее. Безумная руда. Что? Что это такое? Что это за дичь? Впервые такое вижу. Вот в Скайриме все-таки прошло пару-тройк обновлений. Я что-то новое здесь не улавливаю. Ну да ладно. Кто-нибудь из вас знает, что такое безумная руда? Вроде никаких модификаций я не устанавливал. Но руда какая-то появилась. Странно. Да, у нас появился ключ. Бадья. Тут у нас ничего, получается, не будет интересного. Ну и ладно. Не хрен с ним. Продолжаем наше движение. Давайте уберем эти тысячи пару-тройку филов. Достанем лук. И разведаем местность по-тихому. Так, это у нас не гасится. Мешочек с монетками я заберу. Так, у нас тут раз чел. Стоит, занимается кузнечным делом. Давайте преследуем слегка повыше. Так, тихо. Тыц. Нет, не слышишь. Здесь никого нет. Отлично. Скрытность прокачаю еще на чуть-чуть. Блин. Сука, заметил, падла. Тогда я ударю тебя в спин. Нет, это я тебе ударю в спин. Ну иди. Иди противник. Так, плеть не туда. Не туда, Юкис. Иди нахер. Кредельку. Оу. Рип. Да. Сильные удары, я не переживаю. Блядь. Вот. Давайте немножко гамму повыше сделаем. Каких хуй я не пишу в этой срадой пещере. Ну и, естественно, все по новой, да. Чувствую, эта серия у нас затянется. Ну да ладно. Давайте зайдем в настройки. Грам. Пульс камеры, легенда, бла-бла-бла. Грам, аудио. А что тут, это? А что тут, того? Нельзя внутри игры поднять яркость. Ну и хуй с тобой. Не хочешь, не надо. Потом, иначе, подниму. Где отсюда? Порядная тележка. Вот тебе, как говорится, и играй на максимальном уровне сложности. Тебе вон шокит обычные бомжи. Так даже интереснее. Ты не понимаешь, что сюда кто-нибудь запретет? Кот, понимаешь ли, на самом виду. Ты что, опять? Не подожди. Я говорил тебе, у нас снаружи стоит караульщик. Ты про каменную ловушку не думал. Ну, подождем, пока эти джентльмены тут дообщаются. Опять же, я постараюсь больше не совершить таких оплошностей в плане того, что я забыл сохраниться. Сейчас этот шашлык-баклажан уляжется спать. Аюкис подождет, пока тот чел уйдет подальше. Легко. Опять же, поскольку... Поскольку у нас вот такая вот вся хрень творится, у нас даже вот это все дело не сохранилось. Ну что, естественно, опять же. Так, это все дело зафигачиваем. Значит, магия паланта. Давайте вот это вот поставим. Вот это вот выберем. В активацию, в разрушении все у нас стоит. Плюшки. Высокое происхождение. А, ну и да, точно. В предметах нужно поставить зелье. Зелье, зелье, зелье. Да. Четверочку. Не, подожди, не то. Четверка сюда. Ну, сколько происхождение, просто так, пока стоит. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. На этот раз умудрились бандиты, скажем так, ушатать без лишнего шума. Ну, к слову, на законстве стрелы, поэтому предлагаю делать так. Вот, в чем. Загрызли его искрами. Жалко, что у нас ледяной магии нету. Так бы, было бы все еще намного веселее, просто потому, что они бы замораживались, становились бы медленнее. Их если было бы проще жить. Ну, нет. Увы. Забираем всю фигню. Повторяем те же самые действия, что и повторяли. Ну, и да. На этот раз сделаем вот так вот. Сохранимся. Рудная жила истощилась. Ютис забрал все минералы, поэтому топаем дальше. Опять же, дневник я вам показывал. Тут уже зачитывать нечего. Бежим. Сюда. Здесь у нас ничего нет, кроме вина. Поэтому предлагаю просто нажать рычаг и пойти дальше. Идь. Упс. Тихо, тихо, тихо. Заметили, суки. Так. Тихо, 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 тихо. Буду сохраняться на всякий пожарный. Просто потому, что мне так спокойнее. Погнали дальше. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Давайте не будем тут шибко шуметь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Принести дополнительное количество урона. Вполне. Вполне. Идет. Ой, не повезло. Ладно. Камера, только не сли мне, пожалуйста, опять внуши. Отлично. Ушутали этого катекетаса. Ключат факельные шахты. Ну, кстати говоря, по поводу ключа от факельной шахты, я, пожалуй, его выброшу. Просто потому, что... Делья ружит. Данкинки. Вот ключи. Вы не можете выбрасывать ключи. Господи, да почему так все по-тупому сделано? Эх. А ведь я хотел радости и счастья в жизни повзломать всю эту фигню. Нафиг я эту ключу подобрал. Прокачивали бы взлом. Ну, нет. Ладно. Сумная руда. Заклинание защиты. Крутк. Круг. Серебряный пальцем с гранатом. Куча мусора бесполезного для меня. Ну, и ладно. Ладно, давайте факела оставим. Эти нахрен у нас стрел практически нету. Разве что только давайте вот здесь уберем. Чтобы прям совсем уж колоссально не палиться. Ну, и все равно нас тут спалят. Потому что у нас гол прокачена. Открытность. Фикс касаемо Мазила, Будила. Отлично. Попал. Еще попал. Нет, не все. Смотри. Гигантские фокусы. Умри. Спасибо. В общем, в целом как-то так. От этого мы не гудя и избавились, кстати говоря. Ну-ка, что у нас по одежде? Имперские легкие сапоги. Доспехи 7. Что у нас дают эти? Доспехи 6. Хорошо. Менять не буду. Идеальная цель. Три стрелы, правда, только. Промахнулся. Еще раз промахнулся. Попал. Да, надо привыкать к Скоримовской стрельбе. Что поделать. Нам очередной бомж бежит. Давайте его таком все равно у нас найдет. О, это, кстати говоря, тут самый опасный. Опять не сасный. И, по-моему, с проносит. Просто, по-моему, иди отсюда. Сохраняемся. И продолжаем. В любви на всякий случай две зельки. Возьмем вот мычку и продолжим. Этого мы обчистили. А, лучник. Ну, кстати говоря, можно было бы его немного... Я тут, чувак. О, отлично. Давайте поразводим его немного на стрелы. Какого-то осталось узнать, куда эти стрелы летят и падают. Так, чувак, подожди. Подожди. Стреляй. О, отлично. Что, давай. Не, все равно не вижу. Да, иди нахер. Нет. Ты куда не улетаешь? А, вот. Спасибо. Давай еще. Ау. Чувак, стреляй в пол, а не в меня. Ага. Спасибо. Ну, давай. Так, тут еще стрелы видел. Вот, да. Блин, тут вообще ни хера не видно, на самом деле. Надо бы потом гамму прибавить. Что-то на стрела. Ёпта. Это полегче, чувак. Ладно. Пофиг. Постоянно будем в движении манести туда-сюда. Давай-давай-давай-давай. Ага. Слушай, что такое меткий? Дай стрелу. Черт, блядь. Да ну падает. Давайте еще так три-четыре стрелы заберем и пойдем ему нарулим. Так. Отдай. Спасибо. Все. Немного падюпали стрел. Оп. Мешочек сменит. Это я заберу. Размене они спрятаться. Да, да. Спрячусь. Давайте добьем его. Чтоб не мучился. Да, конечно. Немного пофейловым я стрелы посопирал. Думал, что, скажем так, их более хорошо будет видно. Но, опять же, блин, я вот даже не знаю. Хотя, факел уже вроде можно брать в руку. Насколько мне память не изменяет. Да, можно. Отлично. Только вот своим побегом с факелом в руке. Поищем стрелы. По идее, вроде как где-то падали. Я слышал. Хоть по звуку. Только я все равно их не вижу. Стрелы ни хера. Что за бою? Бред. Вот он настрелял. Я слышу, сзади меня стрела в деревяшку воткнулась. Вот только что-нибудь торчащее я ее от слова совсем не вижу. Что-то как-то да. Какой-то бред. А это сортир у них местный. Не знаю уж. Ладно. Как говорится, не все. Юкису жить хорошо. Сколько он настрел вообще? 26 штук. Ладно, хватит. Хватит. И так нормально. Жадничать тоже плохо. Для здоровья. Сами мы убедились недавно в этом, когда нам булавоят или что-то такое. Молотом ушатали на все хп. Железный щит. Стоимость сотка. Вес. 64 из 300. Ну, в принципе, давайте заберем. Продадим. А вот, как говорится, что-то за него довыручим. Тошечка, хлебушек. Прочая говнишка. Больше ничего нету. Всякие различные кружки. Прочая дерьмо. У нас тайный какой-то проход. Куда он ведет? Оригото. Это мы немножко покопаем. Опять же, добуду колун. Накрафчу себе хренову гору стрел. Найду себе лук чуть получше. Хотя бы какой-нибудь, не знаю, там, эльфийский, там, имперский или еще какой-нибудь. Потому что, как бы, у длинного лука этого там маленький урон. И нафиг он, в общем-то, такой не дужен. Так, чуть-чуть. О, немного сюда отклониться надо. Отлично. Открываем, забираем и идем дальше. Так. Ну-ка, кстати, я тут в пупыхах как-то кузнец эту пробежала тут. О, да, у нас тут есть что-то. Кузнечное дело повышается до 16. Опять же, кому интересен лор. Давайте снова перелезну, там эта полоска помешала. Скажем так, увидеть вот так вот все это дело. Прочитайте, кому интересно. А я побегу дальше. О. Спасибо. Хоть какая-то стрела была найдена мною. Вот видите, возвращаться иногда бывает полезно для здоровья при зачистке подобных подземельек. Поэтому, как бы, да. Видел бы еще Юкис, все. В идеале своем, то как-то слишком темновато, все. Здесь надо будет реально гамму прибавить после того, как я закончу записывать эту серию прямо при перезапуске Скайрима я это и сделаю. Такие различные кости, прочая херня. Все. Скайрим, ой, господи. Он меня немного напугал, этот фалмер. Да. Жуткие создания. Хоть и вышли из красивой, скажем так, расы снежных эльфов, но в итоге скатились вот из таких вот убогих чертей мерзких. Дегрузировали хелики. Да, да, карта мира у нас тут вот. Не, подожди, дайди. Ага. Я тут даже забыл, как карта перемещается, она на вас двигается. Поэтому как-то так. Тут уже ночь вовсю. Иначе. Ну, вот так вот как-то у нас получилось. Скажем так, наша первая чистка подобных подземелий. Ни шатка, ни валка, что, в принципе, следовало ожидать у нас от легендарного уровня сложности. Я уже не знаю, на какой, который раз я говорю, что я играю на легендарном уровне сложности, как будто, знаете, мантру какую-то читаю. Опять же, прошу меня за это извинить. И давайте двигаться с вами дальше. Входим с вами в Ривервуд. Хадвар уже сто процентов двести раз что-то сюда добежал. А вот, да. нам это. Что с тобой стряслось, парень? Тише. Дядя, прошу тебя, чуть потише. Я в порядке, но нам лучше поговорить в доме. Что происходит? А это кто? Это мой друг, он спас мне жизнь. Пойдем, я все объясню, но лучше все-таки в доме. Ладно, ладно. Пойдем-ка в дом. Фэнсиклю, вас подморок повезти у меня Камилу Валерию. А я между тем ему не раз говорил, что она уже моя. Чувак тут со своей Камилой Валерией. Валерией. Леру, леру, леру. Не лезь. У нас тут это тайные дела, я вообще вас капусту поворую. Ну, раз тут написано, что можно взять, значит, я не ворую. Поэтому, как бы, это просто щедрые селяне отдали дубокину во имя спасения мира свою капусту. Поэтому, я ничего не знаю, это моя капуста. Как говорится, было ваше, стало наше. Тарелки скорее бежут в своей жизни, понятно. Хадвар, мы так о тебе волновались. Идите сюда, вы наверняка голодные. Садитесь, я принесу поесть. А теперь рассказывай, парень, что за тайны, и почему у тебя такой вид, точно ты с пещерным медведем подрался. Даже не знаю, с чего начать. Ты же знаешь, я служу в охране генерала Тулия. Мы проходили через Хелгин, и вдруг на нас напал дракон. Дракон? Что еще за нелепость? Ты часом не пьян? Муж, дай ему да рассказать. Больше и рассказывать нечего. Прилетел дракон и превратил город в развалины. Люди все были в панике. Не знаю, уцелел ли еще кто-нибудь. Я бы и сам не вышел, если бы не помощь друга. Мне нужно вернуться в Салетюд и рассказать, что случилось. Я подумал, вы могли бы нам помочь. Дать еды, припасы, крышу над головой. Конечно. Друг Хадвар мой друг. Я буду рад помочь всем, чем смогу. Я уже говорил, рад буду помочь, чем только смогу. Но мне нужна твоя помощь. Им... А, это можно скипнуть, да? Типа принять подарок. Ну, о, железный слиток. Да, давайте все заберем, как говорится, лишний не будет. Одежда с поясом, правда, мне нахер не нужно, но продадим за копейки какие-нибудь. Кольцо с гранатом тоже отдадим. Слабое зелье лечения это я выпью сам. В общем, спасибо. Надо сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтран, чтобы он пристал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Я тут сейчас просто сижу такой и думаю, типа, надеюсь, если вот эта вот штука слишком закатится ко мне в кармашек, я же ее не украду. Хотя, зачем воровать жраку? Ну ладно, пофиг. Ты можешь поделиться со мной припасами, я у него и так уже все забрал. Как мне попасть отсюда в Вайтран, что ты можешь рассказать о Ярле. В принципе, у меня ничего интересного нет, поэтому давайте. Ярлу Балгруфу Вайтрану тут о-о-о-о. Я, значит, могу все взять спокойно. Спасибо. Мысли. Вот, видишь, мне твой бать и разрешил отстанет от меня. Так это я взять не могу, а вот золото я взять могу. Я думаю, они не будут возражать особо против этого всех дерьма. А тут у нас что? У нас что-нибудь есть интересное? Железные печатки, какая-то херня. О, сундук. Все в сундуке. Золото, оленья шкура, коровья шкура, полоски кожи. Дегодятся. Солома. На самом деле я ничего строить еще не собираюсь, поэтому пока упустим это все дело. И с коровью шкур можно будет сделать опять же те же самые полоски плюс кожу. Покачать кузнечку. Ну и в общем в целом как-то так. Зеленое яблоко. Вдруг пригодится что-нибудь для готовки. Опять же как бы. Видели у меня в первой серии в конце там мод есть на выживание, типа там на пожрать и на все прочее. Я его выключил пока что. Просто потому что. Иди нафиг от меня, милка. Смотрите, цыганские фокусы. Кто меня, сука, толкает? Это мелкая что ли или что? Или где мелкая? А вон она сидит. А что такое резкое ускорение у меня произошло? Так, подожди. Это что, карма что ли меня под жопу пнула? Ну-ка, нафиг. Давай-ка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Вот, все. Как говорится, был лук и нет лука. То же самое можно проделать со стрелами. А, так стрелы можно на халяву взять. Даже не украсть. Казан мне не нужен, поэтому как бы да. Но, тем не менее, то, что мы обзавелись с вами более убойным оружием, на целую, сука, мать его, единицу урона больше. Вау. Вообще как-то насрать. Это продадим. Хорошо снова оказаться среди друзей, а? Ну, да. Но нет, потому что я иду торговать добром, который я успел мотылить, наварвать, насобирать. Ну, кто-то должен что-то сделать. Ох. Я сказал, нет. Никаких авантюр, никаких погонь заворады. Ну, а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель. Прошу прощения. Ну и? Что-нибудь скажешь еще? Вот не скажет, ладно. В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Лукан Валерий, Пукан Валерий. Что у тебя есть на продажу, Пукан Валерий? Да, не много того, не много сего. О, смотрите-ка, у меня уже 479 золотых монет. Хорошо. А, это у Пукана Валерия. Давайте посмотрим. Ну, давайте продадим ему длинный лук. А, дальше что? Железный кинжал Искар. Хм. Его, в принципе, можно было бы разобрать, потом зачаровать какое-нибудь оружие, но... А что у него вообще есть по книжкам? Пукан Валерий. Книги. Выстоит. Малый оберег. Обморожу. У-у-у. Не, ну это я бы с удовольствием взял. Оживление зомбаря. Выклинание. Ярость. Ясновидение. Ну, ясновидение я уже выучил. Блин. Ну, давайте вот это вот купим у него. Оживление зомби тоже возьмем. Изучим. Потом заклинание. Дубовая плоть. блин не осталось уж на все 191 золотая монетка по идее будем меньше получать пиздюлины ладно все равно заработаем рано или поздно поэтому придет так и прочее говно не ругайся пожалуйста зрители мы напугаешь так разрушение и прочее все дерьмо давайте обморожение поставим и пачку и заменим его на единичку поражение искры поставим на двоечку пламя оставим за бортом просто потому что искры и обморожение я думаю нам этого вполне себе хватит да сестра горилла сестра канила не интересно давайте посмотрим что мы в разном можем впарить давать аметисты мы продадим безумная руда хер она нужна не знаю гранат давайте дадим железную руду эти нет подожди золото если ты коровью шкуру это не все пригодится полоски кожа рубин тебе давай лови и вот это вот давай лови бы чуть-чуть своего золота вернули но на самом деле не шибко много винишко пиан стоимость 2 монет давайте продадим за 6 монет виноват красноречи повысили яблоко капуста кусок эйдарского сыра мед хонинга хлеб l и прочая херня чуть а в разном о камень душ большой кстати говоря изучимый захват душ было бы еще проще жить и лучше да ладно кстати говоря чем вы спорили у нас есть почти все что может тебе понадобить украшение из чистого золота форме драконьего когтя принесите драконьего когтя вот он первый квест как раз таки перед бурей давайте в золотой коготь ударимся в общем в целом вот она это самое первое самое что не на есть великая к вести на пройти который нужно зафигачить типа вот этого тянка хочется хочет нас провожать на меня провожать не надо ей без тебя отлично знаю куда мне нужно идти поэтому давайте сюда вот так убегаем потекаем пойдем опять же у меня есть вот такой вот лук и плохим таким уроном опять же у нас скоро level up будет разрушение у нас выкачено если что у нас обморожение имеется поэтому мы сможем замедлить наших противников этим всем дерьмом изменения но это такое себе я скорее всего ближайшее время точнее на следующем уровне прокачаю пожалуй луки а ну же стрельбу просто потому что как бы 20 процентов дополнительного урона от лука это как бы не куклы буквально самое что именно есть нужно сейчас дело у нас есть в общем-то электричество у нас есть холод давайте как настоящий истинно ледяной маг общем-то популяемся молниями и порадуемся общем-то жизни этот смотрю на время у нас уже 40 минут но давайте доберемся непосредственно до входа в ветряный пик там будем заканчивать привет волчонок ну и чё это потолить и тупое выглядит реально но ледяная магия мое почтение я всегда как говорится о хороший волчонок с кольцом внутри ход там сожрал интересно в целом как бы юки заимел у себя в руках ледяную магию поэтому как нужно все чисто похер я как бы чисто маг могу себе позволить а там насколько я помню у нас вроде бы бы что-то нехорошее по дороге по пути сюда они смотрит его никого нету скрытность повышается 20 там еще бандосы что ли ну-ка подожди а и даже лук не назначил оружие хоть ничего лук на и . давайте поставим и на тройку как обычно дачка им сныкаемся в тенёк а то я вижу на спальне тоже она там этим бандит мерзкий противные поганые ходят гады были ничего не вижу отстань чувак отстань тебе она не надо отвернись ты меня не видишь я это ладно я пойду своим путем по крайней мере сделал вид что эти пойду своим путем на самом деле гандошу все отлично меня не видят извините чуваки но вы станете жертвами моей прокачки как говорится не знаю и не ведаю мне нужно хочешь строить дуэль лучников ой ой-ой ой ой-ой-ой-ой отстань 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 куда пошел ой 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 это Чисто так, знаете, по дуэлим себе не буду Стрельбу прокачали, уровень подняли Замечательно Блядь Не попаль Попаль Жук Как говорится, ее вела дорога приключения Потом им прострелили плечо Увы, не колено Но ничего Может быть потом мы колено кому-нибудь прострелим Что, стрел опять тут нету, да? Поскатывались вниз Ладно, сойдет Хоть немного и просрали мы с вами, дорогие друзья Стрелы, прочее вывезти не связаны в сопряженном Но оно пригодится нам Поэтому Да Глотишко Немножко прочего всего этого говнишка 24 минуты уже записи Ну и ладно Что, на ней зовут лошадей отстань Ох, ты штука Вредный какой Ну давай, давай, давай Чувак, извини, я тебя перетанчил А еще я вот так вот сделаю Чтобы не тратить зельки Не поручу Ижесно-сопряженную шебурху Так, подожди Тут что еще, что ли, где-то Противник, если мне кажется А что музыка не утихает Понятно Лобозили запасы сил Нормально сойдет Пивная кружка Бандит, который уже Не бандит, а труп Кстати говоря По поводу трупа Ну-ка У меня же есть магия Колдовство, да? Оживление зомби Ну-ка нафиг Попробуем с вами На этом бандюке О Пошел Прошел процесс Некромантии Давай, бери меч В руки Пошли Или ты это Или ты собрался Драться руками голыми Понятно Максимум, что он может Сгодиться Это просто как приманка Ладно Не ори Двигай за мной Плажки Всякие различные Бежишь Ну-ка мне кажется Сейчас мы даже Добежать до Хода не успеем Сдохнуть просто Потому что Как у магии У меня только Только-только Начался свой ход Кстати говоря Мы тут с вами Уровень подняли Поэтому предлагаю Поднять немного Здоровья И поднять немного Урона На муках Замбарь Бежишь за мной Это не что Меня не видят Зачем Меня уже Спалить успели Тут кто-нибудь есть А Интересно Ну-ка, тетя Не обращай на меня Внимание Я просто ветер Я просто иллюзия В твоей голове Пустой Незвонкой Так Давайте куда-нибудь Сюда вот так вот Запрыгаем Лучше Пить 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 Ну Выше не получится Я же знаю Это скейрим стайл Давай Оп Пить Пить Мать его Пить Ну-ну-ну-ну-ну О Крытые С еще немного Подняли Как говорится Есть Хорошо Вот это вот Клуша Спустится вниз Получит Как говорится Стрелу От Юкисов Маленьких И хитрых Снайперов Только Пожалуйста Не забегай За преграды Это Вообще Не прикольно И не надо Меня обнаруживать Это вообще Будет Словно Совсем Не прикольно И отстойно Ну-ка Тихо Остановись Хватит падать Подождем Пока Глаз Немножко Сомкнется Это Око 22 Прокачиваем Скрытые Тихо Ай Сука Заметила Меня Ну ладно Чего Не хочу Ничего Тратить Поэтому Давайте Сульда И пропишем Пщ Перетим Бансин Как говорится Зараза Попала Так Относ Не работает Ой Извиняюсь Я Я Я Валю Я Валю Ой Отстань Ладно Пора использовать Лук Отстань Отстань Зараза Да 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 Заберешь Заберешь Я просто Знаете Вот так Вот То есть Более Менее Прицельно Чтобы Такого Говна Не происходило Стрелять Потому что Опять же Сука Да хватит Вансить Козела Долбан Редгар Бри Че ты тут Брыкаешься Все Пошел отсюда Нахер Мудак Забираем Теперь тык Лучше Спалить Меня Сдумала Я сам Как говорится Хоть не спалет Замороженный Умри Так Хоть Челук Железный Бежал Аминтист Прочее 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 Ага Горстка Пепла Вот он У нас Наш Тут Зомбарь Бесполезный Нарь Перемучник Блять Охеренная Как говорится Потолете Может Пустишь Меня Да Да Я Я не Собираюсь Помирать На самом Деле Помрешь Только Ты Отстань Все Спасибо За стрелу В общем То Впрочее Жизнь Связанная Говно Опять Музыка У нас Забагалась Типичный Скайрим Начинать Скажем так Вся Вот эта Подоплека Его Багованная Так Давайте На всякий Случай Пройдемся Пробежимся Стрелы Полтаем У нас Челик Лежит Под ключ В общем В целом Одна Стрела Забили Пожалуйста Еще Одна Стрела Ну Знаете Мы тут Порядком Так Боекомплекты Набрали Даже Как-то Немного Скажем так Не грустно По поводу Того Что Ну Мы Просрали Условную Прокачку Нашей Открытности Нашего Скажем так Снайперского Дела Ну Да Ладно Потом Все Дело Наверстаем Опять же В следующей серии Вот в этом Кургане В этой Усыпальнице Гробнице Тиросокровищнице Мы все Вот это Делаем Идем Заберем И скажем так Затырим Сейчас я Перед завершением Серии Загляну Вот этот Закуточек Тут где-то Должна У нас Да Находиться Вот такая Вот прикольная Штука Помнит Помнит руки Геймера Говорит Скольную Кухню Отлично Забираем С вами Н2 Аметист 7 золотых Монет Ну и в принципе Что давайте Встану По-красивому Пусти меня Пожалуйста Давайте Встану По-красивому В общем В целом Перед этим Вот входом Вот сюда Вот так Вот так Вот сделаю Вот 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 так Да Вот такой Вот у нас Получается Маклучник И скажем так Безобразник И проказник А вам я Что могу сказать Всем спасибо За просмотр Дорогие друзья Да пребудет Сила льдов И снегов Пусть у вас Все будет Айс Не тупите Как я В общем-то При прохождении Различных игрушек И всем Пока Пока Пока